МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Слажено, технично и очень красиво. В Саранске проходят соревнования по синхронному катанию. На прививку через интернет. Записаться на вакцинацию можно с помощью портала госуслуги. Чтобы помнили, на 27 января выпадают сразу две памятных даты. Исторический облик вне прикосновенности. Реконструкция клуба Ухтомского в Розаевке идет с учетом пожеланий горожан. Знакомство с предками. В музее имени Воронина прошла презентация книги о жителях Саранска 17 века. В Ледовом дворце Саранска стартовали чемпионаты первенства России по синхронному фигурному катанию на коньках. 15 команд, кандидаты и мастера спорта, борются за главные призы соревнований и возможность войти в состав сборной страны. В торжественной церемонии открытия принял участие временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Сдунов. В Ледовом дворце строгий санитарный контроль. На входе дезинфекционный тоннель проверка температуры. В здании пускают только в масках. В Саранск прибыли сотни спортсменов. Каждый из 15 команд – 16 человек. Кроме этого, тренеры и организаторы. К участию и работе на соревнованиях допускаются только лица, получившие отрицательные результаты ПЦР-теста. За главные призы чемпионата поборются мастера спорта. В первенстве будут соревноваться кандидаты в мастера спорта. Церемония открытия прошла в торжественной обстановке с творческими номерами от лучших мордовских коллективов, показательными выступлениями фигуристок республиканской школы и словами приветствия от высоких гостей. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов подчеркнул – у синхронного катания в регионе большое будущее. Крупные старты пройдут здесь еще не раз. Во-первых, это массовость. Это коллективное движение, они всегда привлекают внимание, любой взор. Создают рисунок тоже определенный. Я вот поинтересовался у профессионалов. Все-таки спортивное долголетие в синхронном катании, оно чуть-чуть побольше, наверное. И вы это сейчас, наверное, тоже увидите. Поэтому Саранск и есть, и будет и в этом виду спорта, и в фигурном катании. В первый день короткую программу показывали 6 команд мастеров спорта и 9 кандидатов. В числе фаворитов чемпионата – трехкратные чемпионки мира из Санкт-Петербурга, команда «Парадис». В первенстве их землячки «Санрайз» и «Юность» из Екатеринбурга. Обе команды в прошлом году стали призерами мирового первенства. 28 января коллективы мастеров спорта и кандидатов покажут произвольную программу. Синхронное катание – это самый молодой вид фигурного катания, вы знаете об этом. И, как я сейчас сказал на открытии, он действительно очень динамично развивается. И с точки зрения зрелищности, с точки зрения сложности. Синхронное катание, я бы так выразился, более демократичный вид фигурного катания. Там не надо прыгать ни тройные, ни четверные прыжки. В Саранске большие всероссийские соревнования по синхронному катанию проходят уже во второй раз. Год назад трибуны Ледового дворца были заполнены. В этом вход для зрителей ограничен из-за пандемии. Стереотип о том, что синхронное катание уступает по красоте и сложности одиночному или парному, напрасен. Здесь свои тонкости, свои правила. И несмотря на то, что это сравнительно молодая разновидность, не включена в олимпийскую программу, поклонников у нее много. В течение двух соревновательных дней спортсмены из 13 регионов страны будут бороться не только за медали, кубки и почетные места на пьедестале. Именно чемпионат и первенство определяют состав сборной России для участия в международных соревнованиях. Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов 27 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Открывая заседание, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике находится на плато. Число ежедневно выявляемых новых случаев заражения впервые за долгое время опустилось ниже восстановления. Это не повод расслабляться, конечно. Несмотря на некоторые улучшения ситуации заболеваемость, региональная система здравоохранения работает в непростых условиях, я считаю, напряженным. Большая нагрузка, прежде всего, ложится на докторное звено, поликлиники, папы, на госпитальные учреждения. Кроме того, ряд проваливших, они нуждаются в реабилитации. Как доложила вице-премьер Галина Латванова, за последнюю неделю число новых зафиксированных случаев ковида уменьшилось, а количество выписанных из стационара превысило количество госпитализированных. Неделю с 21 января по 26-е количество поступивших в стационар меньше, чем количество выписанных. Нам эту тенденцию надо сохранять и этой ситуацией управлять и анализировать в ежедневном режиме. Сейчас количество инфекционных коек сокращено на 620 единиц. К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики – Ромодановскую поликлинику и поликлинику номер 5 в Саранске. Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова подтвердила, что Роспотребнадзор фиксирует снижение темпов заболеваемости. Однако ситуация еще может развернуться. Поэтому в силе остаются все ограничительные меры и проведение проверочных рейдов. Одной из ключевых задач на данном этапе борьбы с пандемией является проведение массовой вакцинации, которой республика уже приступила. Получено 17 592 комплекта вакцины. Очередной транш поступит в регион в начале февраля. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов подчеркнул, что для жителей республики необходимо подготовить четкие рекомендации по проведению вакцинации и возможным ограничениям. Эта задача стоит перед Минздравом. На особый контроль должны быть взяты лица из групп РИСКа. Также жители региона должны знать, каким образом они могут записаться на вакцинацию через портал госуслуг. Для этого нужно широко размещать данную информацию в СМИ и социальных сетях. Что касается самой вакцины, министр здравоохранения Мордовии заявил о ее полной безопасности. Заболеть коронавирусом после вакцинации, вакцины, невозможно. Почему? Потому что вакцина, которая к нам привыкла, гам-кови-25, в ней не содержится вирус. Даже в мотивированном виде содержится только шип ген вируса, который не вызывает заболевания, а способствует выработке только антитета. И на сегодняшний момент мы говорим о том, что есть четкие показания и противопоказания вакцинации. И на сегодняшний момент, на сегодняшний день я говорю о том, что на территории Республики Мордовии не было ни одного случая осложнений и ни одного реакции тяжелого типа. Это, говорит, еще раз прочеркует о том, что данная вакцина безопасна. Завершая заседание штаба, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов отметил, что в Республике понемногу стали возобновляться мероприятия всероссийского уровня. Имея в виду проведение в Саранске чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках. У нас по нему стали возобновляться мероприятия, пока всероссийского уровня было достаточно высокого, и чемпионат, и первенство, поэтому повышенное внимание гостям. Это положительная тенденция, что нам начинают опять приезжать, и перезагрузки в нашем основном счастливе, но в дополнительном контроле при этом. В среду, 27 января, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов принял участие в работе итоговой коллегии МВД по Республике Мордовия. Мероприятие состоялось с учетом действующих противоэпидемических мер. Присутствие большей части участников обеспечило видеоконференц-связь. Открывая заседание, министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин отметил, что по раскрываемости преступления Мордовия стоит на первом месте в Приволжском федеральном округе и на десятом месте по России, а по тяжким и особо тяжким составам МВД по Республике Мордовия занимает первое место в округе и 13-е в числе всех регионов страны. Одним из главных результатов работы за прошлый год руководитель республиканского МВД назвал итоги проведенного опроса населения о деятельности полиции в субъектах Российской Федерации, по результатам которого МВД по Республике Мордовия стоит на 24-м месте среди регионов России по доверию граждан и на 15-м по уровню защищенности от преступных посягательств. Борис Шейнкин подчеркнул, что эти достаточно высокие результаты необходимо в текущем году удержать и повысить. Артем Сдунов, выступая перед членами и участниками итоговой коллегии, поблагодарил весь личный состав МВД по Мордовии за напряженный и самоотверженный труд, благодаря которому обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, есть конкретные положительные результаты работы. Особо руководитель республики подчеркнул роль сотрудников МВД в период борьбы с пандемией. Сотрудникам органов внутренних дел пришлось выполнять очень множество задач. Зачастую задачи были какие-то дополнительные, которые требуют и особых знаний, психологической подготовки. Я хочу поблагодарить всех за слаженную работу по реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Артем Сдунов отметил ряд направлений совместной работы, по которым в минувшем году удалось добиться положительной динамики, а также поставил задачи по взаимодействию правительства региона и МВД на перспективу. В качестве примеров успешно проведенной работы названы снижение более чем на 16% числа преступлений на улицах и в общественных местах, проведение без происшествий более 3000 массовых мероприятий. «Отдельные деструктивные силы пытаются разбалансировать обстановку в нашей стране, особенно при подготовке к выборам, поэтому нам нужно объединить усилия и не допустить дестабилизацию общества – это очень важная работа», сказал временно исполняющий обязанности главы республики. Говоря о росте преступлений в сфере IT-технологий и телекоммуникационном пространстве, временно исполняющий обязанности главы Мордовии подчеркнул значимость информационно-разъяснительной работы и поручил правительству уделить этому повышенное внимание. Еще одной острой темой, требующей взаимодействия органов внутренних дел и регионального Минздрава, Артем Сдунов назвал «проблема наркотизации общества». По итогам 2020 года в Мордовии на 3,5% возросло число выявленных наркопреступлений. Противодействие коррупции и раскрытие налоговых преступлений – то, чему должен быть отдан безусловный приоритет в работе правоохранителей, считает временно исполняющий обязанности руководителя региона. – 160 миллионов, да, Борис Маркович, там удалось вернуть в бюджет, по крайней мере, установленный ущерб, который может быть возвращен. Но я хочу сказать, тут не в миллионах, тут в миллиардах надо считать. По одной корпорации развития, если посмотреть, где те средства, которые были вложены в предприятие, где те залоговые инструменты, страховые инструменты. Говорили сейчас про аварийность на дорогах и состояние дорожного покрытия – то же самое. Кто-то же дороги эти строил, делал пирог дорожный, закупал материалы. И когда они приходят в негодность, в гарантийный срок, тоже должно вызывать определенные вопросы. Я думаю, совместно поработаем, понимание у нас общее есть, но это тоже не должно остаться безнаказанным. Все, что было из государственного бюджета изъято, должно быть поставлено на место. Особое внимание в совместной работе Артем Сдунов призвал уделить контролю целевого расходования бюджетных средств. Все возможности и инструменты для этого имеются, резюмировал он. Также в ходе мероприятия временно исполняющий обязанности главы Мордовии и министр внутренних дел Республики Мордовия вручили высокие награды отличившимся сотрудникам ведомства. 27 января в Саранском ледовом дворце стартуют чемпионаты первенства России по синхронному катанию на коньках, в которых примут участие 22 команды, 500 участников из 12 регионов России. До начала церемонии открытия в Доме Республики состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова и президента Федерации фигурного катания России Александра Горшкова. Артем Сдунов отметил, что проведение чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках это очень значимое спортивное событие для страны и региона, особенно с учетом того, что они проводятся в период действующих эпидемических ограничений. Для спортсмена самый важный момент, чтобы тренировки превращались в чемпионаты, были достижения, только там идет рост, когда идут сборы, полномерные соревнования. Поэтому большое спасибо, что выбрали именно Саранск для проведения чемпионата первенства по синхронному катанию. Ну и, собственно, нашим тоже здесь с хорошим таким красивым названием «Мордовичка» Всероссийского стернала. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков выразил слова признательности, заказанные Республикой гостеприимства. «Мордовия стала одним из центров нашего фигурного катания, которых у нас, в общем-то, несмотря на то, что у нас 68 региональных федераций, но вот в числе, наверное, первых там пяти-шести, во-вторых уже занимает это место. Даже без всяких, как говорится, прекрасно, надо сказать, что, конечно, это очень здорово. И мы ощущаем постоянно вот эту помощь, поддержку, и очень хотелось бы, чтобы это было продолжено. Наша федерация, как говорится, дает, ну, скажем так, поручает федерации «Мордовию» проводить соревнования, благодаря тому, что здесь, конечно, все проводится нахуй. Мы чувствуем очень, скажем так, доброе и отношение, и самое главное, заинтересованное отношение. То есть для нас делать все, что необходимо, и даже больше. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Республики и Федерации, в том числе по организации на территории Мордовии спортивных мероприятий российского и международного уровня. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов 27 января провел рабочую встречу с президентом акционерного общества РМРЛ Холдинг Константином Даниловым. Обсуждались итоги работы холдинга в 2020 году и производственные планы на текущий год. Константин Данилов отметил, что при общем снижении отечественного рынка подвижного состава РМРЛ нарастил объемы производства, заняв второе место в стране среди производителей специализированных вагонов и увеличив до 21,7% свою долю в российском вагоностроении. Временно исполняющий обязанности главы Республики обратил особое внимание на необходимость продолжить программу модернизации на предприятиях РМРЛ. Напомним, Артем Сдунов в рамках рабочих поездок в Рузаевские и Инсарские районы в конце прошлого года побывал на заводах «Русхимаш» и «Неон», где детально ознакомился с основными производственными площадками, номенклатурой выпускаемой продукции и убедился, что основной портфель заказов в настоящее время формируется за счет спроса на модели с улучшенными характеристиками. Поэтому сейчас очень важно не сворачивать программу модернизации производства, разрабатывать новые виды продукции и осваивать новые рынки сбыта, сказал руководитель Республики. Предприятия компании являются градообразующими, на них работают несколько тысяч человек. Необходимо обеспечить им достойно оплату труда и уверенность в завтрашнем дне. Массовая вакцинация в Мордовии продолжается. В первую очередь прививают людей из групп риска по профессиональному признаку или наличию хронических заболеваний. Но записаться на вакцинацию могут и все остальные. Самый простой способ – портал Госуслуг. Чтобы записаться на вакцинацию, не обязательно выходить из дома. Для этого есть всем знакомый портал Госуслуги. На главной странице внимание сразу привлекает баннер. Один клик мышью и открывается страница «Записаться на вакцинацию». Дальше все просто. Нужно выбрать регион, затем обозначить, кто именно будет прививаться. Персональная информация вбивается автоматически, исходя из данных личного кабинета. Фамилия, имя и отчество при наличии, дата рождения, адрес электронной почты и серия страхового полиса, если он старого образца. Следует отметить, что номер полиса обязателен. В случае, если нужно записать другого человека, личную информацию вносить все же придется. Следующий шаг – выбор лечебно-профилактического учреждения. Затем выбор медицинской услуги. Там предложена вакцинация от ковид. Завершающими этапами станут даты и время, удобные для прививки и подтверждения записи. Все готово. Можно приходить на прививку в выбранный день и час. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 76 лет назад солдаты Красной Армии спасли узников немецкого лагеря смерти. Почтить память жертв тех страшных времен, а также еще раз обсудить то, как важно хранить о них память, собрались учителя школ и лицеев, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Соблюдение мер безопасности превыше всего. Поэтому некоторые подключились к конференции онлайн. Вторая мировая война унесла миллионы жизней. Кто-то не вернулся из боя, другие погибли в нечеловеческих условиях. Холокост – одна из величайших трагедий в истории человечества. И 27 января отмечается Международный день памяти его жертв. К этой дате в Мордовии приурочили неделю памяти. В Мемориальном музее военного и трудового подвига была открыта выставка «Холокост. Уничтожение. Сопротивление. Спасение». А 27 числа состоялся мемориальный вечер. Сегодняшние мероприятия и дата снятия полной блокады с города Ленинграда – это значимые события. Значимые события в истории. И, к сожалению, многие хотят действительно исковергать нашу историю. А вы знаете, что история – это живая память людей. Это не только данные в памяти жертв Холокоста, но и свидетельство уважения к тем, кто выжил. Вы знаете, что Холокостом подверглись более миллионов, 6 миллионов представителей славянской национальности. В концлагеря попадали не только еврейские семьи, но и военные, и партизаны. Об этом собравшимся рассказала презентация учеников 27-й школы. Узников концлагерей морили голодом, заставляли тяжко трудиться, расстреливали, травили в газовых камерах, проводили над ними медицинские эксперименты. 27 января 1945 года самый страшный период в жизни закончился для узников Освенцима. Среди освободителей были и уроженцы нашей республики. Эти имена Синюшкин Владимир Алексеевич, Шахмаметев Загиддула, Дьяков Серафим Митрофанович и Костин Иван Иванович с помощью поисковых отрядов и тех, кто занимается проектной деятельностью, они обязательно в этом году будут дополнены в выставке Холокост уничтожения памяти и предупреждения. В память о тех страшных годах, миллионах погубленных и искалеченных людей должна жить вечно, чтобы эта страница в истории человечества никогда не повторилась. Валерия Никитина, Владимир Найскин, Народные новости. 27 января памятных дат, связанных со Второй мировой войной, сразу две. 77 лет назад, в 1944 году, Ленинград был полностью освобожден от немецко-фашистских войск. Подвиг жителей непокоренного города сегодня вспоминают по всей стране. Иностранные студенты Мордовского университета и активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта возложили к мемориалу на площади Победы цветы. Почти 900 дней мужества и стойкости, подвиг о котором невозможно забыть. Блокада Ленинграда. За этим словосочетанием скрываются месяцы страданий, годы терпения и героизма. Жители осажденного города изо всех сил боролись за свой дом и свою страну. Выстояли. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. Из года в год в этот день героизм ленинградцев и всего советского народа вспоминает вся Россия. На площади Победы прошла памятная акция. К мемориалу возложили цветы иностранные студенты Мордовского университета. Мы проводим уже традиционно четвертый или пятый год. Мое отношение такое, что для меня это семейное. У меня и дедушка воевал, и бабушка работала в тылу, начиная с 13 лет. Зачем иностранные? Потому что, несмотря на то, что у студентов из ближнего зарубежья, из бывших стран Советского Союза, то есть они хоть и имеют сейчас статус иностранного студента, но для них и для нас это общая история. Поэтому для них это также важно, и они не чувствуют, что это для них что-то чуждое. Вместе со студентами в акции приняли участие активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые также не могли оставить памятную дату без внимания. Эта блокада, она показала, что советский народ, который был зажат в это жестокое кольцо, советский народ выстоял по многим причинам, среди которых были не только военные, но и причины духовные. Мы должны были отстоять именно этот город. И что очень важно, несмотря на огромные трудности, на просто огромные цифры людских потерь от голода, от бомбежек, от обстрелов, город не сдался, не пал. По официальным данным, за годы плакады погибло 642 тысячи ленинградцев. Подвиг каждого должен и будет жить в памяти потомков вечно. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин, Народные новости. В рамках национального проекта «Культура» продолжается капитальный ремонт одного из значимых для жителей Рузаевки зданий. Речь идет о клубе Ухтомского. Как продвигается реконструкция и когда ждать открытия, расскажем в следующем сюжете. Этому храму культуры почти 70 лет. Здание с внушительными колоннами – одно из знаковых мест Рузаевки. Здесь прошли сотни ярких и значимых мероприятий. И люди очень надеются, что история клуба Ухтомского только начинается. Жители города Железнодорожников с трепетом относятся к нему и очень просили сохранить знакомый и любимый поколениями Рузаевцев облик, в том числе и внутреннюю отделку. Справиться ли с задачей строителей, станет известно совсем скоро. А пока на всех трех тысячах квадратных метров здания работа кипит. На данный момент на объекте уже завершен монтаж лепнины. Осталась только чистовая отделка. Это то, что касается концертного зала. Также ведутся работы у нас по устройству основания полов, подшивки потолков, устройства инженерных сетей, внутренних инженерных сетей. Это канализация, водопровод, пожарная сигнализация, ну и прочая работа. Всю сохранившуюся лепнину оставляют в первоначальном виде. С некоторыми другими элементами дело обстоит сложнее. Их реконструировать просто необходимо. Речь о коммуникациях и системе вентиляции. Главной бедой здания была непроходящая сырость. После капитального ремонта все будет иначе. Комфорт будущих посетителей – главная задача. Всего на объекте сейчас 60 рабочих, готовых подарить культурному центру вторую жизнь. Трудятся они 6 дней в неделю. Контракт у нас заключен был в октябре 2020 года. На данное мероприятие из федерального бюджета у нас уже в 2020 году было выделено 40 миллионов рублей. На 2021 год у нас предполагается выделение 223 миллионов рублей. Несмотря на то, что строительство немного затянулось, Рузаевский храм культуры встретит первых гостей уже в сентябре. А пока что все прохожие прямо с улицы видят – фасад уже значительно облагорожен и при этом сохраняет свой исторический облик. Валерия Новикова, Народные новости. 27 января в Мордовском краеведческом музее прошла презентация книги-раскраски «Саранские горожане 17 века». Автор издания Дмитрий Фролов, который уже не раз радовал жителей республики своими работами. Чем интересна новая книга и где ее можно будет прочитать, расскажут Юлия Мамаева и Евгений Фролкин. Не просто книга, а самый настоящий портал в прошлое. Так можно охарактеризовать новое произведение Дмитрия Фролова. «Саранские горожане 17 века» – это уже девятая работа автора. Однако она значительно отличается от всех предыдущих. В первую очередь из-за формата. В этот раз краевед подготовил для читателей книгу-раскраску. На страницах оживают строители, защитники и жители города из далекого прошлого. С таким изданием будет интересно познакомиться и взрослым, и детям. Хотя в первую очередь работа адресована именно подрастающему поколению. При создании этой книги мне хотелось не только донести историческую информацию для подрастающего поколения, но и дать возможность закрепить ее с помощью творческих способностей каждого ребенка. То есть не просто прочитать всех сословий, которые населяли наш город Саранск в 17-м столетии. Не просто дать им в предисловии очерк о русской одежде 17-го столетия и научить пользоваться словарем, потому что в конце книги еще дан словарик малопонятных слов и выражений, но и дать возможность раскрыть свой творческий потенциал. И ведь когда ребенок раскрашивает, он так лучше запоминает. Книга посвящена памятной дате юбилею Саранска. В этом году столице Мордовии исполняется 380 лет. Издание – своеобразный подарок городу и его жителям. Работу над ним Дмитрий Фролов начал еще в 2019-м. Изучение подлинных исторических документов и артефактов, подготовка текстов и иллюстраций. Труд был кропотливым. Реализовать задумку автору помогали сразу три художника. Не обошлось без помощи и на этапе издания книги. Здесь поддержали партнеры. Для нас важно в рамках нашего культурного проекта, он так и называется, культурный код, запускается по всей России. Для нас важно помнить об истории, поддерживать культурную преемственность во всех регионах. И в Мордовии не исключение. Один из первых, наверное, прочел эту книгу. И действительно, эмоции были такие глубокие. Книга меня впечатлила с точки зрения и красочности, и исторических фактов. И действительно, когда сейчас, вот я сам прогуливаюсь по городу Саранску, и бывая на тех местах, где раньше, почти 4 века назад жили наши предки, окунаешься в ту историю и действительно чувствуешь, как это было. Быть, традиции, ту одежду, которую носили. Познакомиться с этой книгой смогут все желающие. Издание можно будет найти в библиотеках Саранска и районах Мордовии. Кроме того, электронная версия будет размещена на официальном сайте Краеведческого музея. Так что при желании понравившегося героя можно будет раскрасить не один раз. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин, Народные новости. 27 января открылась выставка Анатолия Швецова «Избранные». Расположена она в фойе главного здания музея Эрзи. Подробности в сюжете Валерии Новиковой и Станислава Семина. Эта выставка первая персональная в жизни Анатолия Швецова. Приурочена она к юбилею. В прошлом году художнику исполнилось 70 лет. В экспозиции представлено 50 работ, и это лишь малая часть из того, что он успел написать за годы творчества. Любовь к искусству проявилась у него еще в детстве, и работа художником-оформителем в кинотеатрах – значительная и значимая часть его биографии. Это такая выставка, даже открытие для широкого зрителя. Ведь до этого свои работы он показывал на выставках такого регионального масштаба, республиканского масштаба. Это было незначительное количество произведений, а сегодня он выставил вот такую значительную часть. В экспозиции живопись, портреты, пейзажи и натюрморты. Тонкими взмахами кисти по холсту и художник создает живые яркие картины, которые буквально зачаровывают зрителей. Особое внимание Швецов уделяет взгляду, ведь это зеркало души. Самое главное – глаза отразить, взгляд, блик поставить так, что, допустим, будет на вас, вы будете идти, а на вас этот портрет будете рассмотреть. Полюбоваться работами живописца могут все ценители искусства. Экспонируются они до 1 марта. Валерия Новикова, Станислав Семин, Народные новости. Точность, синхронность и техничность – все это продемонстрировала команда из республики Мордовия «Лексима» на всероссийских соревнованиях по синхронному катанию на коньках. Как это было, узнавала наша съемочная группа. Семь команд первого разряда боролись за призовые места на соревнованиях по синхронному катанию на коньках «Мордовочка». Главные награды – места во всероссийском первенстве. Нашу республику представляла команда «Лексима». По результатам итоговой таблицы в общей сложности им удалось набрать 62,75 баллов. И это уверенное четвертое место. Спортсменки немного расстроены, что не вошли в тройку, но в целом собой довольны. По их словам, теперь будут упорнее работать над техничностью и исполнением элементов. Вообще от проката мы получили большое удовольствие. Конечно, недочеты у них всегда есть, но они нарабатываются со временем. И мы довольны нашим прокатом. Мы считаем, что мы показали достойный результат. Всегда бывают какие-либо моменты на соревнованиях, которые нужно пережить. То есть и готовиться к следующему. Решением судей лучшей признана команда «Казаночка». Второе место заняла команда «Ямал» и закрыла тройку лидеров команда «Льдинка» из Татарстана. По результатам итоговой таблицы в общей сложности им удалось набрать 62,75 балла. И это уверенное четвертое место. Победители поделились с нами своими впечатлениями. Соперники на самом деле показали себя с лучшей стороны. Но мы считаем, что этот прокат был не самый сильный и то, что мы еще сможем достичь больше. Были лучшие прокаты, но в дальнейшем мы будем стараться показывать только самые хорошие прокаты. И стремиться только вверх. Все команды по-своему отличились, но в одном они схожи. Все соскучились по льду и духу соперничества. Из-за пандемии формат проведения соревнований немного изменился. Трибуны без зрителей, а для допуска на лед участники обязаны сдать тест на ковид. Однако спортсменов это не расстраивает. Им важно знать, что их труд не напрасен. Вот эта вот сложная ситуация, она разрушена и идут соревнования. Для спортсмена итогом всей его работы, многолетней, очень трудной работой, являются соревнования. И вот то, что почти год ничего не проводилось, для них, конечно, это очень тяжело. И вот мы одни из первых, кто проводит соревнования всероссийские. Наградили победителей также без зрителей, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Однако радости это не убавило. Ирина Суконкина, Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.